Ну вот на таких совещаниях ежегодно и в Центральном Совете, и в областном, я обычно, ну это уже как бы так, традиционно делаю такой обзор, тезисный обзор основных проблем охраны наследия, которые накапливаются и за долгий период, и за последний год, что накапливается, и, ну в общем, как участник и экспертного процесса, и как брендировщик, вот мои наблюдения, и я попробую сейчас рассказать о таких наиболее острых. Вот здесь уже Алла Алексеевна упоминала про учебную документацию, вчера вот и Алла Алексеевна, и я делала такие короткие выступления над Ледовым и Центральным Советом, ОПИК. О том, что в разных регионах, конечно, немножко разные правила по заполнению заявки, подключения выявлений УКН, тем не менее требования невероятно усложнились. И здесь, так сказать, двоякие выводы, не очень хорошие оба вывода. Первый вывод, что отстраняется общественность от участия, так сказать, в первой стадии, в самой первой стадии охраны памятников, учебной документации, когда, в общем, общественники, краеведы, учителя истории географии где-то там провинции могли, раньше, в то время, до перестроечной, могли просто короткую выписку историческую, комплект черно-белой фотографии, и этого было достаточно для органов охраны, что потом уже специалисты этим занимались, в то время составляли паспорта, а сейчас, значит, вот государственные экспертизы, которые оплачиваются. А первая стадия, она бесплатная, эти люди работают на добровольных началах. А теперь, мало того, что это на добровольных началах, вторая причина, такая неприятная, ну, как сказать, это такая вот фискальная причина, то есть органы охраны памятников, совершенно бесплатно получают целое научное исследование. Вот, значит, и о проектах зоны охраны, что бы я хотела сказать. Вот в последние годы накопилось огромное количество проектов зоны охраны, которые, например, нам заказывают, мы заключаем договор, мы проводим полномасштабную работу. Вот мне жаль, что нет Светланы Бабченковой, лично так вот не знакомы, потому что мы делали позапрошлым году проект зоны охраны Покровской церкви в селе Орудиво Дмитровского района. Это оказалось интереснейшее село, промысловое, промысловое село, там позументный промысел был. Причем станы, на которых вырабатывали позументы, они располагались просто в домах жителей, ну, наиболее, так сказать, которые себе примели хорошо. Вот, и постепенно там складываются, создаются две фабрики. И фамилия, самая известная фамилия, Ижванов, фабрика Ижвановых. И вторая фабрика, в ней ее даже проектировал архитектор Струков. И материалы, которые истеристейшие исследования сделала Татьяна Кимовна Бабринтьева, очень сложные, потому что, как вы знаете, есть такое положение в Москве, оно и на область, так сказать, тень свою бросает, что раз это частное, чья-то частное владение, частная, так сказать, постройка, здание, то вы не имеете права в архивах ничего брать, вообще публиковать, ничего вы не можете, потому что только с разрешением, а если это жилой дом, как мы и говорили, это вообще в каждой квартире надо разрешение брать. Но, тем не менее, эти материалы были получены, публикации не было, прошло, там, допустим, два года, может быть, она будет. Я этот доклад в прошлом году делала на Каташове Почтение. И этот проект, и обследовали мы буквально каждый дом, там очень интересная архитектура гражданская сохранилась, и промысел, и рядом каналы имени Москвы, и работали заключенные, там где-то в нашу территорию бараки не входили, но, тем не менее, и отечественная война, и там был совершенно замечательный гравит, я просто вот, Павел Муничкин, совершенно замечательный человек, который предприниматель, который в семье пять детей растил, и должен был как-то зарабатывать, и он совершенно тоже добровольно начал, со своей мамой они создали Кремльевический музей, совершенно изумительный музей, и вот его не стало, он делал доклад на чтение, вот в этом году и не стало. То есть, доводим до конца проект и отправляем его в Гукону. Так что интересно, что у Гукона не было замечаний, но они отправляют в архитектуру, а там начинается, там поступают к селу логистические центры, и когда Дмитрова мы едем, мы подходим, мы видим огромное количество таких серых логистических центров, там и французские, и наши, и какие угодно, и они уже подходят к селу, то есть сельское хозяйство, в принципе, там не будет скоро вообще никакого. И нам присылают замечания, а там чертеж найденный по орудию, это редко бывает, Сергей Заремович подтвердил, 17 века рисованные планы, интереснейшие графические, вот мне как архитектору просто интересно было их рассматривать. Вот, и мы, да, и ручьи, старинные водотоки сохранились, по картам все исследовано, и они ставят свои очередные промы прямо на реку, не гребах, на охрану жилу, просто, ну на ручьи. Мы отодвигаем, мы регулируем, мы тратим время, мы всю градостроительную ситуацию, там из-за стройки, жилорайон, пятиэтажки там они дополняют, мы все абсолютно продумываем, они все равно, в общем, раз в пять у нас была переписка, такого терпения, как у Сергея Заремовича у нас нет, и этот проект зависает. Вот таких проектов много, и их надо, безусловно, актуализировать и принимать, согласовывать, утверждать, хотя бы вот с такими трудностями. Далее вот тоже несколько пунктов, вот, в частности, по Москве, хотя мы находимся в областном обиде, но тем не менее, как вы знаете, Москва имеет тенденцию бесконечно расширяться, никакого перспективного нормального плана по московской администрации и областной администрации взаимно нет, они как-то между собой договариваются, Москва ползет, как вы знаете, у нас наименование, село, по-моему, осталось, деревни давно нет, и все стремится городским поселением, вот, только бы городским назвать, и все переходит, вот, понятие город, даже вот нет слова город, вот, Дмитровск, городское поселение, все вот окрестностя, это городское поселение Дмитровск, то есть, вы понимаете, и Москва ползет, и то, что у нас сити, мы все знаем, но эти сити, они могут угрожать и московской области, и мы видим, если у нас в Архангельском еще нет метро, то, наверное, оно будет, в общем, это все очень неприятные вещи. И вот такие замечания по усовершенствию деятельности органов охраны памятников. Единственное условие успешного функционирования стоит в единстве госслужащих органов охраны УКН, плюс научная общественность, научно-методический совет, в том числе секции охраняемых и заповедных вне городских территорий, которая тоже многим известна, она функционировала с 97-го года, но в 2021 году были исключены главные участники, которые именно в 97-м году и воссоздали просто лестницу на совет, и участвовали в законотворческой деятельности, и разрабатывали первое положение зонных охран. Вот это все исключено. Результат, сейчас скажу, и плюс волонтеры, плюс общественность. И на сегодняшний день, когда ликвидирована наша секция, у нас абсолютно нет контактов с Министерством культуры. Если раньше, сколько-то лет назад можно было туда прийти и зайти в разные кабинеты, мы знали, где какие сидят сотрудники, с которыми можно общаться. Сейчас общаться просто не с кем. И это не только, так сказать, ну я как архитектор свое мнение высказываю, думаю, приятное общение, но даже наш уважаемый Юрий Александрович Меденев, который 20 лет был директором института наследия, потом Мединским был смещен с этой должности, даже он заявляет, что он никаких отношений с этими администрациями не имеет. Это очень-очень нехорошая вещь, очень плохо. И функционирование городской секции градостроительства, которую, конечно, не тронули, вот, пожалуйста, результат. Вот только что недавно я была в Ярославле по приглашению общественной палаты, там осматривался вопрос строительства в Тутаеве, это историческое поселение, Ярославская область, два берега Волги, Романова и Борисове, соединить канатной дорогой. И эта секция разрешила это строительство. Ну, немножечко отоглинула, но они не возражали. А финансируют это, между прочим, министерство культуры, даже поддерживают. И когда дают миллиард, то как бы, если чиновники могут не согласиться на это дело? Ну, постоянно будут действующие семинары, привлечение средств массовой информации, интернет-газеты, периодические издания, монахи. Вот памятники Отечеству у нас практически не существуют. Наша наследие прекратила свое существование. И большое спасибо директору Шахматова Наталье Михайловне, по-моему, не сочиня. Да, у нее в одном из музейных зданий. Там такие очень хорошие подвалы, теплые, сухие, там хранятся и сборники Уль-Ром, и тиражи нашего наследия. И мне казалось бы, что надо было бы рассказы о наследии, информацию о наследии. Просто вот так как у нас существует радиоарфей, добились того, чтобы оно продолжало свое существование, периодически наезжая. Вот так же рассказывать о наследии, то есть просвещать. Сегодня то, что рассказывал Сергей Зарянович, это просто катастрофическое невежество нашего стройкомплекса, чиновников и так далее. В Болгарии вот сутками есть одна из программ телевидения, которая посвящена художской народной культуре. Танцы, народные костюмы, песни, промыслы и архитектуры. Я считаю, что подобную образовательную программу надо было по телевидению запускать. Теперь предоставление проектной документации. В данном случае мы связываемся просто с страшным абсурдом. Вот тот же самый Блицевский лес. Там три усадьбы. Узкая, ясенева больше, да? Блица, ну, больше. Вот, и получить по усадьбе ясенево проект зоны охраны несколько лет назад был разработан. И одним нашим известнейшим на всю страну, я не буду говорить по-моему, это бестап, да? Была сделана экспертиза, поддерживающая этот проект зоны охраны усадьбы ясенево. Подкусывается огромный кусок, ну, может, не огромный, но кусок под строительство. Значит, она в опасности. Получить проекты, зоны охраны, какие-то годы они же разрабатывались, битца там узкая и так далее, это невозможно, это вы знаете. Но даже получить проект, то есть, того самого благоустройства Битцевского леса, которое делает институт пиратов измития Москвы на Светилке, есть такой институт новый, по-моему, там марш, что ли, директора. Они не дают, и даже наши коллеги, даже мы делали по их заказу некоторые экспертизы на московские там парки, и проникнуть туда невозможно. Известных наших, там, ой, Гарселих, Дромбочных, близко не подпускают, потому что понимают, что идет охрану, понимаете, как вас? Получить нельзя, и вот очень интересный аргумент. Это наша интеллектуальная собственность. Извините, вы, если вы делаете гумилерное украшение, это одно, но вы работаете в градостроительной сфере. Какая собственность интеллектуальная, вы для людей это все делаете? Короче говоря, не специалисты, и про общество себя вообще не говорят, это совершенно загоритая информация. Еще маленькая заметка о московском Кремле, поскольку прошла вот сейчас конференция Каташовские чтения, и было три совершенно изумительных доклада, я считаю, что это базовые доклады по московскому Кремлю. Да, и почему я говорю это, я потом могу рассказать, если кому-то интересно в этих докладах. Но про зону охраны московского Кремля мы его не знаем, мы его не видели. Московский Кремль, как и два других объекта наследия Москвы, Новодевичья и Коломенская, являются объектами ЮНСК, и там была спроектирована буферная зона. Вот я писала некоторые свои замечания, но они у меня не были опубликованы, что такое буферная зона и что такое у нас зоны охраны, территории, ОК, вот соотношения. Вот я вам скажу, что этим никто не занимался. Я просила Марину Евгеньевну Кулешову, она хорошо знает эти документы, она мне все прислала, я сама смотрела. Никто этим не занимался, ни на одном совещании, когда задаешь вопрос, что есть буферная зона, никто ничего не говорит, это все приблизительно. А зарубежные специалисты говорят так, у вас есть какое-то свое законодательство по территориальной охране, вот приближайте его к своему законодательству. И вот эта вот буферная зона, лет пять назад ее сделала, я тоже сделала очень известный специалист, я не буду называть эту фамилию, это бестактно может считаться. И мы ждали, вот здесь ждали, когда привезут с Марком Латановичем в Урале этот проект, посмотри, в союзе архитектное ждали, никто никому ничего не показал, только рассказали, что это какой-то такой кружок с мостом, больше ничего. В результате мы имеем парк Зарядье, вот имеем то, что имеем. И сети, которые и так нависают уже над Кремлем, вот если здесь идти смотреть, это видно, и в Аркатанче чудесный совершенно зрительный ряд, как это сейчас говорят. И тут перспективы, панорамма, связь между памятниками. И последний кадр у него такой есть, вот на фоне сети. И эти сети так растет, и заявил главный архитектор Москвы Кузнецов несколько лет назад, у них частный клуб, они в союзе архитекторов не ходят, элитная архитектурная такая вот прослойка у нас есть, надстройка, вернее. И там было совещание по высотному строительству в Москве. У меня есть их приглашение, это документ, если будет когда-нибудь мы шишу, это документ. И я зарегистрировалась, Евгений сказал, что практически не пойду, я провокационно зарегистрировалась, но в следующий день мне приходит сообщение, что мадам Заклялова, мы не можем вас принять на нашем заседании, это частный клуб, у нас все платное и вообще. Вот. И это заявлено главным архитектором Москвы, у Москвы будет высотный. И вот последний кадр, третий выступающий, Наталья Святославна Лаченко, такой философский у нее был взгляд на сакральное пространство Кремля, и вот тоже скуптор, видимо, съемка, и вот эти сити, эти сити, как Дувай, а Кремль он вообще теряет свое моральное значение, мы его не видим. И вот немножко о проектном процессе. Мы с коллегами уже последние несколько лет обсуждаем вопрос тендеров, приходим к выводу, что тендерная система просто напрочь разрушает процесс реставрации. Когда были вот последние годы жизни Вальпганг Кабельмахер, многие его хорошо знают, на 20 лет его знали, он декларировал, что реставрация кончилась. Я не могла понять, многие спрашивают, потому что мы занимаемся планировкой, что он хотел сказать. Реставрации закончились. Я не уверена, что тогда уже тендеры начались, утром ушел из жизни совсем не старым человеком. И когда тендеры вступили в свою силу, в развитие получили, то мы видим, что это просто настоящее погубление памятников. И, в частности, вот Бёрганевский собор сейчас погибает просто в прямом смысле слова. Никто ничего сделать не может. Вот такой, видите ли, у нас законотворческий затык, что мы не можем сдвинуться с места. Там на высоту 3 метра стены продолжают тянуть влагу, хотя этим объектом он передавался годами из рук в руки, а сейчас три года в целом не сбегается с места этот вопрос. Я считаю, не только я. Какой выход из этого положения? Ну, вот прекратим тендерную систему передачи из рук в руки объектов, начиная с наиболее выдающихся объектов на свете. И воссоздание крупных реставрационных организаций, в которых мы, в частности, работали, Верд Николаев, Верд Николаевске, и в Израилове 20 лет, если не больше. МОСОКОКОЛОРЕСТАВРАЦИЯ. Таких организаций на страну мало, если как. МОСОКОКОЛОРЕСТАВРАЦИЯ Москва, Росспецпроект, Росреставрация. Ну, а в других городах исторических были филиалы. Как бы этого мало было. Но, сейчас мы оценили, значит, объектами реставрации. Что объект реставрации? Это как пожилой человек, которого, ну, нельзя из, там, сколько-то летнего человека сделать 20 лет. Это невозможно. Ну, можно превентивными средствами, там, разными другими лекарствами, можно поддержать ее жизнь и продлить. Это реставрационный объект. Реставрационным объектом нужно заниматься долго. Всегда. Мы всегда знали, что Коломна у нас Орловский, Иосифово-Коломский монастырь у нас Любовь Алексеевна Белова, Александровская Свобода у нас Кабримахер Молчанов, Серпухов у нас Николай Николаевич Свешников, и Коломнацкая у нас Свешников, и Сергей Александрович Гаврилов. Мы знали вот эти регионы. Когда получали заказы наши начальники, главные архитекторы, которые всегда спрашивали, какой он вам удобнее объект, и уже люди вели эти объекты оттелы годами, десятилетиями. Нельзя передавать из рук в руки. А сейчас получается тендер. Один год, в крайнем случае два-три года – это одно. Бывают очень крупные сомы проектированные и очень маленькие сроки. Что делать в архитектурной группе? Либо угробить свое здоровье, либо, если добросовестно измерить проектировщики, отказаться от этого объекта, либо сделать фактору. И кроме того, в архитектурных реставрационных организациях получали опыт, взрослели молодые реставраторы, потому что это вот какие-то годы назад организовали реставрационную кафеду, раньше, когда училищей не было. И где мы получали опыт? Только в реставрационных организациях, среди наших у нас были питающиеся реставраторы и других мастерских. И только там можно было получить опыт и сформироваться. Да, вот среди фамилий я еще не звала двух прекраснейших реставраторов – это Владимир Ильянович Епсон, это была Москва, и Леонарко Владиславович Тыгнон, в том числе, это был Богородиц Туниской области. Дальше я заканчиваю. И тендерная система, кроме всего, создает страшный беспорядок в проектной деятельности, когда я уже сказала. И кроме того, значит, вот сделан проект, предположим, реставрации здания или банка. Кто ведет архнадзор? Как вы думаете, может вести архнадзор совершенно другая организация, не архитектор автора реставрации, а совершенно другая, которая пальцем в небо тендер кто-то выиграет. Кроме того, еще такая вещь, очень нехорошая, значит, объявляется тендер на тот или иной объект. Вот, в частности, другой объект можно назвать. Королев, предположим, сейчас я помогала ему немножко по зонам охраны, отвратительная зона охраны выигрывает в Екатеринбург. Я ничего не хочу плохого сказать. Екатеринбург, хорошо, это не очень близко, это может выиграть в Утерпутск, это не имеет значение. Кто будет заниматься этим объектом? Кто его будет исследовать? Один раз, в крайнем случае, приедут. И все, не более того, это дорога, это деньги, это объективная реалия. Кроме того, кроме истории этого объекта, люди, которые живут далеко, они социальную историю не знают. У каждого объекта есть еще социальная история. То есть свои какие-то причины, какие-то свои там, как сказать, и никто это не знает. Вот они сел и убежали. И так же они любят, когда мы бываем на других объектах. Тоже бывают неприятности, но люди, так сказать, с опытом как бы еще могут это себе позволить. Но абы кто, и вот эти маленькие мастерские созданы, там вообще бывает и архитекторами даже. Просто мы видим, инженерный только состав. Про экспертизы, эксперты тоже уже много лет. У нас экспертиза где-то с 2011 года, десятка даже. И очень много неприятных моментов бывает, когда три эксперта не могут справиться с объектом. Очень тяжелый, сложный объект. Это должно выноситься в Малобычный методический совет. Но другие советы этого не происходят, и мы тоже теряем наследие. И еще формы экспертизы. Вот, например, проект зона охраны, там три эксперта. А вот и сопримечательное место, которое у нас является объектом наследия, там один эксперт. И мы вот с Верой Николаевной и с нашими бывшими, бывшими секциями тут, совместно, столкнулись с естественными местами ДМЭ, которые 47 тысяч гектар. Это называется объект в наследии. Можете представить, какая у него будет охранная зона. Вроде как их не надо. И вот этот огромный объект наследия делает один эксперт. И что он сделает? Это огромная проектная работа. В результате работает целый отдел совершенно другого далекого города от нас. Ну, образовательный центр. Вот нас, например, аттестует Министерство культуры. Кто нас аттестует? Кто это такие? Какое у них образование? Мы не имеем никакого понятия. Иногда очень сильно нас несут, муштроют и так далее. Про некоторых имеют даже понятие. А? Про некоторых даже имеют понятие какое у них образование. Да. Вот я считаю, что они как раз должны проходить периодические курсы повышения квалификации и так далее. И по поводу управления. Вот сейчас вот в последние времена было очень актуально и модно ставить начальником организации. Вот, например, в ЦНРПМ, как мне сказали, человек, тоже фамилия, не говоря, я с ним не знакома, совершенно не имеющий к этому отношения как бы управленца. Управленец тоже был, между прочим, медицинских организаций, что страшно. Управленец может быть заместителем первым, вторым, пятым, но главным архитектором и так же, как и главным врачом, должен быть специалист и очень известный специалист. Еще я хотела бы выразить благодарность московскому областному отделению МОПИК за то, что сохранилось это здание, сохранился этот дом Телешева. После того, как нас лишили института наследия, у нас не было помещения, чтобы мы где-то обсуждали наши проблемы. Мы здесь иногда гостеприимно нас принимают, даже с Экомусом некоторые несколько раз собирались. Это очень важно. Имеет, в общем, очень большое значение. И про памятники археологии. Это просто возмутительный факт. Я недавно узнала, что памятники археологии не наносятся на гретостроительную документацию, о чем говорил Сергей Александрович. Это же явный подход к тому, что их у нас нет, их можно нарушать. А вот мы делали Ширков, просто интереснейший проект «Зон охраны». Там все побережье в археологии. Как это так? И даже когда мы, когда Дмитриевым, не Дмитриевым, а Орундевым занимались, я изучала планировочные документы, то, что делала институт генплана Московской области градостроительства, там от них такая трактовка, и очень даже неплохая, что если на этот объект, на это село есть планы 18 века, дачные планы существуют, то это уже как бы археология. То есть это значит селище было и раньше. Мы даже геобалы в самой древней части ламы показывали предположительно, что вот это древнее селище. Я считаю, что этим надо очень серьезно заниматься, потому что мы теряем наше наследие. Спасибо за внимание. Спасибо.